Друзья, здравствуйте! YouTube-канал Грощи. Проект Балаконка. Меня зовут Владимир Тимошенко. Михаил Шейтельман у нас в гостях. Мы очень рады вас приветствовать. Михаил, действительно, важные дни сейчас, как каждый день этой полномасштабной войны. И мы очень признательны, что вы нашли время пообщаться. Да, здравствуйте, Владимир. Действительно, сейчас важные, наверное, политические, в первую очередь. Ну, на войне-то все время, сейчас уже последние месяцы, как на войне. А вот в политике сейчас большие перемены за последние дни. Михаил, сразу же хочу сказать. Конечно же, друзья, подписывайтесь по прямой ссылочке. Переходите на YouTube-канал Михаила Шейтельмана. Ну, и также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Будем очень рады. Михаил, первый вопрос. Сразу же. Конечно, других вариантов нет. Весь мир обсуждает. Си Цзиньпин в Москве. Очень много было разговоров относительно этой дружеской беседы, мягко говоря. Заявления про вечную дружбу между Китаем и Россией. Это фраза Си Цзиньпина относительно того, что в 2024 году российский народ надеется, Си Цзиньпин, что поддержит Путина. Скажите, пожалуйста, все ли так, на своем деле, триумфально показалось для Путина во время этого общения с Си Цзиньпином? Как можете оценить? Ну, во-первых, все в целом для Путина, конечно, неплохо. То, что сам визит происходит, это все-таки действительно важная вещь. В каком смысле? Мы не должны обольщаться. Да, действительно, у нас есть серьезный противник. Россия, и у этого серьезного противника есть, не могу сказать, союзник, потому что это в военном плане не союзник. Вот у нас 54 военных союзника. У России военных союзников один, это Беларусь. Ну, потому что Иран, я бы не называл военным союзником, да, он поставляет какие-то отдельные летательные аппараты, но... Ну, хорошо, с натяжкой можно назвать Иран, все. Больше военных союзников у России нет, Китай таковым пока не является. Во-первых, есть риск, вот из-за этого визита есть риск, что Китай может стать военным союзником. Поэтому риски надо признавать. Кроме того, самый большой риск, конечно, вот этого всего сотрудничества Китая с Россией, это на самом деле риск ядерной войны, как ни странно. Как это ни печально, ни грустно, да, 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 конечно. Ну, смотрите, за последние несколько дней, после того, как был выписан ордер на арест Путина, из России снова стала звучать ядерная угроза. Они прямые, откровенные, и они не только от пропагандистов. Ладно, когда говорит Симонян, она кто? Она, ну, директор телеканала, да, который объясняет, что она там ядерную бомбу взорвет. Тот город, куда арестуют Путина. Смешно, да, то есть, видимо, самого Путина она хочет прихлопнуть этим взрывом, не знаю даже. Но Медведев, официальное лицо, зам руководитель, зам секретаря Совета безопасности, объявляет, что будет бомбить Гаагу, да. Это угроза прямая войны Нидерландам. Прямая, абсолютно, без всяких. Без всяких. Тут невозможно, невозможно от этого уклониться. Нельзя сказать, что, ну, мало ли что сказал, сгорячай и так далее. Это официальное лицо Российской Федерации, одно из высших лиц Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что, к сожалению, вот этот визит сам, визит Си, поддерживает Путина морально. И Путин, может быть, с большей вероятностью готов приступить к ядерной войне. Потому что, если бы у него не было даже Си, ну, как бы, ну, все, все его бросили, он один, да. А тут, вот, он опять будет считать, что кто-то на что-то не решится. Понимаете, вот он же, когда нападал на Украину, он на что говорил Путин? Они не решатся. Украина не решится защищаться, Запад не решится поддержать Украину. Они не решатся наложить на нас санкции. Вот сегодня очень важно, как мир отреагирует на совместные действия Си и Путина. И если мир недостаточно отреагирует, то Путину это развяжет руки. Он скажет, а, да, тогда, может, надо, можно ядерной бомбой жахать. Что, они же не реагируют все равно. Вот, поэтому я считаю, что риск ядерной войны, он усилился за последние дни. И чтобы его снять, нужна очень жесткая реакция Запада. Вот вчера ее начал, начал транслировать Блинкен по поводу визита Си. Давайте честно, да, скажем. Когда он стал так конкретно объяснять товарищу Си, что китайское руководство неправо, что общается с человеком, который в розыске за торговлю детьми. Ну, а теперь к содержательной части того, о чем они там разговаривают. Тут есть и хорошие новости для нас. Первая новость хорошая. Вот вы говорите, что о вечной дружбе и сотрудничестве. Но дело в том, что, к счастью, оказалось, что у Путина и Си разные взгляды на вечную дружбу и сотрудничество. Причем, что интересно, разные взгляды не на слова «дружба», не на слово «сотрудничество», а на слово «вечность». Вот они по-разному понимают вечность. И это прям точно есть документы. Значит, есть статья Путина в Женьмиджибау, и есть статья Си в «Российской газете». И в обоих этих статьях указано на долгое и успешное сотрудничество. При этом у Путина описано, что оно все время было успешным, добрососедским и так далее, постоянно. Все столетия, что наше государство рядом находится. Написало «столетия века». А у товарища Си написано, что за 70 лет, которые мы находимся рядом, наши страны, да, за 70 лет, у нас были разные периоды. Но последние 10 лет отношения хорошие. Последние 20 лет они развиваются, 10 лет хорошие. Это очень большая разница. Принципиально большая разница. Это означает, что, первое, Китай не считает, что нынешняя РФ – это Российская империя. Не считает, потому что только 70 лет. Раньше там не понимаем, что было. И сам себя тоже империей не считает Китай. Поэтому у него нет имперских амбиций. Он говорит, у нас молодые страны, нам 70 лет. Нам 70 лет. Не тысяча, не сколько-то веков. Я уверен, что каждое слово в статье товарища Си взвешивалось. Вот в статье товарища Путина могли прораздолбайствовать. Мы уже видели, как они всякой ерундой занимаются. Но в статье Си там сидят идеологические отделы. Это же как ЦК КПСС, понимаете? Конечно, конечно. Только умноженные на 5 из-за населения. В Советском Союзе в самом позднем было 290 миллионов, а у этих в 5 раз больше. Поэтому у них в 5 раз больше чиновников, идеологов, политологов. Всех, кто это взвешивал. И они написали 70. Они не написали столетия, тысячелетия. Они написали 70 лет. Поэтому они разговаривают не с Российской империей, а с Российской Федерацией. Все. Президент Российской Федерации. Российская Федерация, мы знаем, где границы проходят. Вот там, где проходят, там и все. Других нет границ, извините. Даже не 100 лет, ведь заметьте, не Советский Союз. 70. Это на самом деле потрясающе. На самом деле. Вот, поэтому не надо тут, значит, нам выдумывать, где чего. И вот мы 70 лет соседи. И у нас были разные периоды. Вот. Это полезная вещь. Теперь. На самой встрече. Ну, давайте так. Все эти «я с ним дружу, он мне там близок, с ним дружим». Ну, это мы просто откладываем сразу в сторону. Это китайская вежливость. Это надо просто забыть и не обращать внимания. Как мы знаем, и это правда, лично убеждался много раз. К сожалению, обжигался об этом. Китайцы всегда говорят «да». На любое ваше предложение. Они всегда говорят «да», у них нет ответа «нет». Потому что можно потерять лицо, говорят они. Всегда надо отвечать «да». Это ничего не означает. Можно ничего не делать. Но что вчера прозвучало? Сегодня, конечно, еще будет большой день. И поэтому мы с вами обсуждаем только первый день переговоров. Не второй. Но в первый день прозвучало несколько тезисов. Давайте. Кроме там «друзья, братья, до свидания». Со стороны Китая у нас есть мирный план. Это написал товарищ Си, собственно, в своей статье. Со стороны Путина мы почитали ваш мирный план, но. Понимаете, как заметно. Мы почитали ваш мирный план в целом, да, но. Но хотелось бы, чтобы он учитывал геополитические реалии. То есть Путин не одобрил план Си. Почему? Потому что в плане Си первым пунктом идет территориальная целостность. В соответствии с уставом ООН. Итак, Путин вчера вслух отверг план Си. Сначала в статье, а потом вслух, сказав про геополитические реалии, под которыми он на самом деле имеет в виду, что какую территорию мы оккупировали, та наша. Окей. Итого, план Си отвергнут? План Си отвергнут Путиным. Дальше. Вот эта фраза про у вас выборы, и я верю, что народ подтвердит. Вот знаете, тут расшифровывать мы с вами это будем долго, честно. В смысле, я не могу сказать однозначно, это так или это не так. Вот по мнению Гиркина-Стрелкова, нашего уважаемого террориста, это троллинг. Вот прям по его мнению это издевайство над Путиным. И так тоже можно посмотреть. Смотрите, в день, когда Путин... 17 марта следующего года выборы в Российской Федерации. 17 марта. Так. У них по их конституции, если она у них еще есть. Значит, ордер на арест Путина выдан 17 марта. Точнее, не ордер выдан, а объявлено об этом 17 марта. Ровно за год до выбора. Символично. Прошу заметить, не ордер действительно выписан, а объявлено. Это большая разница. Почему? Когда этот ордер когда-нибудь будет опубликован, мы узнаем, когда он был выписан. Но сегодня мы этого не знаем. Его не публиковали, текст ордера. Поэтому он может быть выписан в январе или в феврале. Мы этого не знаем. Мы знаем только, когда оглашен при данной глазке факт его существования. И представитель суда, который вышел об этом сообщать, он сказал, мы, ордер есть, мы его не публикуем. Мы приняли решение огласить факт его существования. Теперь, судебное, вот, выписка ордера – это судебное решение. Это независимая судебная инстанция. И она взяла и выписала ордер. Когда она выписала ордер, как вы понимаете, она не сообщила мне, не сообщила вам, но она сообщила президенту Соединенных Штатов Америки, например, да, что есть ордер, конечно. Это является тайной для общественности, но не является тайной для участников, грубо говоря, этого суда. Известила ли она президента Франции, ну, короче, государственный ордер. А наличие ордера знали. И вот дальше начинается политическая составляющая. То есть решение, когда оглашать, оно политическое, оно не судебное. И я думаю, что это принималось вот политическое действительно решение сделать это 17-го. Сделать это за год до выборов раз. И сделать это накануне визита Си два. Чтобы испортить Си всю игру. И вот есть этот ордер. И вот приезжает Си. И говорит Путину, слушай, Володя, ну, если вот переводить вот это его пожелание победы. Так а вообще-то у тебя же выборы через год. Ты знаешь вообще об этом? У тебя выборы и ордер. А тебе вообще народ-то готов поддерживать, братан? За тебя голосовать будут? Может, у тебя проблемы? Может, тебе нужна какая помощь? Нет, ты скажи, если нужна какая помощь. Нет, сейчас я вам прям выступлю, попрошу россиян за тебя проголосовать. Сидит такой россиянин, значит, где-нибудь там в Иркутске и думает, так, этот китаец, значит, сказал голосовать за Путина. То есть это типа китайцы у нас как бы решают, да, за кого нам голосовать. То есть сказать, что это в публичном поле прям поддержка-поддержка, так я бы не сказал. Китаец сказал за него голосовать. А, да, правда. Вот. Они как бы к китайцам не очень хорошо относятся. У них там, знаете ли, такая ксенофобская страна очень в России, да. Для них китаец сказал ужас. Даже непонятно, что хуже, американец или китаец в данной ситуации. Вот. Поэтому все вот это заявление, я не могу вам выдать его однозначный смысл, но он мог содержать в себе много китайских предупреждений, смыслов и предложений. Потому что это неожиданно. Ну, это заявление неожиданное. Конечно. И начиная с того, что, например, это могло означать, что да-да-да, мы знаем, что у нас демократия и у вас демократия. Смотрите, я избранный, меня только что избрала партия, вы избранный. У нас же нет диктатуры, правильно, у нас демократия. Вот. Но, ладно, а теперь в целом, вот, в целом, мне кажется, что все-таки грустная эта картина союза между Россией и Китаем в любом случае, что сейчас вопрос снова, сможет ли Запад еще раз мобилизоваться, пока на словах сказать, что предупредить, вот прям бросить на массу предупреждений. Когда Россия начала угрожать ядерным оружием первый раз в марте прошлого года, то тут же последовали предупреждения от британцев, от американцев, что мы нанесем ответный удар. Причем очень четкие. Да, вот сейчас нужны четкие такие же предупреждения, что там, если будет торговля оружием, мы наложим санкции на это, 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 это. Если будет так, мы сделаем так, так и так. То есть этих людей надо сейчас охладить, вот просто Путина и Си, чтобы у них не возникло каких-то идей. Я, честно, надеюсь, пока еще, но скажу в чем тоже. Опять, как все, вот знаете, в этой ситуации все по-китайски. Вот когда я комментирую, что это американцев, все просто, потому что у них все понятно, у каждого месседжа есть своя цель, свое вот это, и все однозначно. А у этого инь-янь и не поймешь, правильно? Как дао, которое может быть описано словами, не есть настоящая дао, как сказал, значит, Лао Цзи, и действительно против этого не попрешь. Вот то, что китайские эти методы, их однозначно не опишешь. Но, с одной стороны, тут снова, с одной стороны, я верю в мудрость китайского руководства, что они не будут делать прям глупостей, что они понимают, что если они поставят какие-нибудь снаряды, то они попадут под санкции. Это разрушит мировую экономику. Мировую, не только китайскую, мировую. С другой стороны, с другой стороны, товарищ Си нетипичный руководитель Китая, потому что мы такого еще не видели с вами при нашей жизни. Нет, ну как, мы видели там Мао Цзэдуна, кто помнит, да, я смутно помню Мао Цзэдуна. Товарищ Си – это второй Мао Цзэдун, потому что между Си, между Мао Цзэдуном и Си, после того, как Дэн Сяопин заложил эту традицию, что по 10 лет править, и получается Си – это первый диктатор после Мао Цзэдуна, понимаете, первый диктатор китайский. До этого 10 лет и до свидания. И в его диктаторской башке не поменялись ли мысли в связи с тем, что он теперь навсегда. Могли же поменяться, у Путина же поменялись. Путин пока был легитимным президентом России, первые два срока, он с Украиной не воевал, Вашингтон не бомбил, Северные потоки не взрывал, и детей не воровал даже. А может быть, у товарища Си с избранием на третий срок тоже ведь идеи могли какие-нибудь появиться завиральные. Вот это большое опасение. Меня этим успокаивает статья про 70 лет, понимаете. Вот правда, что он не начал говорить, что у нас тут Китай, империя, какие-то желания там исторические. Издревле эти самые династии Цзин бродили вокруг Онежского озера, поэтому нам надо его вернуть. Этого он не говорит пока. Мы, прежде всего, передаем громадный привет постоянному участнику нашего... Или участнице. Участнику. Участнику нашего стрима. Как его зовут, давайте расскажем. Нет, это секрет. Это секрет, но мы все равно... Белый ход. Михаил, такой вопрос. Смотрите, я вот сейчас вас очень внимательно слушал. То есть получается, по сути, да, первое, угроза снова ядерной войны. Второе, мы пока мало знаем относительно того, этого союза, что ли, Китая и России, но тут самый принципиальный момент в том, что сам факт визита, я верно понимаю? То, что лично... Еще и слухи пошли, что Син Цзиньпин уже пригласил Путина уже в Китай теперь. Сам факт визита, да, основной момент здесь? Не только. Не только. Сам факт визита, мне кажется, вот даже все эти игры вокруг слов про выборы Путина, все-таки здесь тоже. Смотрите, это означает, по крайней мере, что Си говорит «я», он говорит «миру». Ну, давайте, что он говорит «миру» этим сообщением? Ни Путину и ни россиянам. Он говорит «миру», я лично Си, и мы, Китай, заинтересованы в том, что Путин оставался президентом. Вот вы своим этим ордером выбиваете его из седла, что он не может быть полноценным президентом России. Он такой кастрированный президент России Путин, понимаете, в этот момент становится с этим ордером. Он не может поехать в ЮАР, даже на конференцию БРИКС в ЮАРом поехать не может. Ну, как он поедет, чтобы его арестовали там. Он никуда не может поехать толком. Он не может вести... С ним не могут вести переговоры цивилизованные лидеры. Если раньше Макрон мог сказать «позвоню-ка я Путину», а тут кому? Человек, который детей ворует, о чем ты с ним разговариваешь? Это по факту. Вместе с детей воровал, да? Там с ним не могут сотрудничать даже... Вот представьте себе, там какой-нибудь экономический форум, который у них там проходит. Приходит бизнесмен, ну вот который раньше приходил. Российский же бизнесмен, но у которого есть какие-то филиалы в мире, чего-то там с кем-то торгуют. И как? С кем он? С человеком, который детей ворует и торгует детьми? Ну, так это ты попадаешь под санкции с большой вероятностью за это. Ты аффилирован с человеком, который торгует детьми. Да даже простой вопрос. Вот самый простой. Люди собираются через год голосовать за Путина. Многие в России, я уверен, прийти и опустить бюллетень с фамилией Путин. Они таким образом поддержат человека, который торгует детьми. Правильно? Ну как? Вот раньше они поддерживали какого-то политика, которого они почему-то уважали. Да, они считали, что Украина – это не страна, там все, что угодно они могли считать. Но, но, это был политический выбор. Ну, вот я так выбираю. Свобода политики, свобода слова и так далее. Когда у выборщика. А сегодня выборщик должен солидаризироваться с уголовником. Вот такая проблема. И вот Путин говорит, нет, мне нужен Путин. Си говорит, нет, мне нужен Путин в качестве президента России. И дальше сидите, гадайте, зачем. Ну, вот я не могу понять, конечно, это. Ну, зачем ему Путин? Я понимаю, что удобно при Путине, при таком слабом президенте, при кастрированном президенте, удобно грабить Россию. Это правда. Тактически понятно, что он сегодня… Вот они сегодня выйдут на пресс-конференцию, и по окончании, я так думаю, это все будет сегодня, и огласят огромное количество новых государственных соглашений. Но это будут экономические соглашения. Не про снаряды, не про что-то. Это будут соглашения про то, что они, не знаю, там построят новых 20 газопроводов, что через Монголию обязательно что-нибудь построят, что Китай возьмет в аренду какие-нибудь там порты и так далее. То есть разграбить вот все, что осталось, точно, вообще, гарантированно, все отдаст Путин. То есть, видимо, в этом интерес Си. Ну, многие комментаторы говорят, что это очень простой интерес Си, вот заработать сейчас для Китая много всего. Это правда, он заработает для Китая много всего. Но в долгосрочную, ну, непонятно. Но все равно же Путин долго-то не может что-то сидеть. Но, может быть, действительно, Си все-таки тоже 70 лет исполняется в мае месяце. И такие, знаете, поколенческие. Сидят два старика. Ну, это реально старики. И пытаются управлять миром. И, может быть, поэтому он хочет оставить Путина. Потому что не хочет. Он сам вот цепляется за власть. И хочет, чтобы он был такой не один старый, старческими ручками цеплялся за власть. Тоже ментально, возможно, они схожи вполне. Михаил, немножко поменяю вектор разговора. Немножечко отмотаю пленку назад. Смотрите, вопрос к вам как к политтехнологу. Визит Путина, если он был в Мариуполь и во временно оккупированной Крым, и во временно оккупированной Мариуполь. Ну, вот эта триумфальная поездка на автомобили и так далее. Скажите, пожалуйста, это вообще для кого делалось? И получилось ли для тех, кому это скармливалось? Ну, в первую очередь, я считаю, это делалось для западного мира. Прямо в первую очередь, да. Это ответ на ордер, на арест. Вот есть ордер. И Путин садится такой, видит этот ордер. И говорит, вот суки, а. То есть вы решили, значит, лишить меня дипломатической неприкосновенности. А это значит, что вы устроили эскалацию конфликта, безусловно. Вы сделали этот конфликт личным, направленным лично против меня. Это больше не только межгосударственный конфликт, но и личный. И вам за это, суки, теперь я тоже не буду соблюдать никакие правила. А это были правила. Ведь почему, например, Путин до визитов в Крым и Мариуполь для Украины не был легитимной военной целью? Знаете, мы тут многие такие хорохорились, типа давайте его убьем, да. Он же в Лужниках, давайте ракета в Кремль, ракета полетит или не полетит. Не полетит, потому что никто Украину не одобрит. И от нас откажутся наши партнеры, если мы такое сделаем. Потому что Путин до визитов в Крым и Мариуполь был кем? Он был президентом, пусть воюющий, пусть агрессор из страны, но президентом. У него дипломатическая неприкосновенность. Мы не имеем права в него стрелять. Не имеем права. Мы имеем права стрелять в кого? В оккупантов. В военные цели. Мы имеем права стрелять в любых военных, которые находятся что на территории Украины, что на территории России. Любых военных. Это легитимная военная цель выстрелить военную базу на Урале. Легитимная, никто не отвергает. Нам говорят, не используйте американское оружие, но сами, пожалуйста, стреляйте. Мы, кстати, сказали, говорил там даже кто-то, мы не сдерживаем Украину от таких ударов. Не сдерживаем. Пожалуйста. Даже это легитимно. И любой россиянин, который перешел границу, любой, кто незаконно пересек границу, становится легитимной военной цели. Неважно, он военный или он на газопровод пришел в честь. Нам неважно. Он не гражданское население. Гражданское население – это украинцы, которые находятся под оккупантами. Вот когда в Крымский мост мы взорвали, там погибло трое россиян, знаете, да, в мошенничестве. Они были кто? Они были жители Санкт-Петербурга, которые водили экскурсии в Крыму. Они легитимная военная цель, потому что они оккупанты. Не надо тут думать, что кто-то убил хотя бы одного мирного. Мирных жителей не погибло. Все. Значит, Путин пересек границу, стал легитимной военной целью с этого дня. Все. Он теперь легитимной военной целью. Мало того, он не подпадает под закон о защите комбатантов. То есть на него не распространяется Женевская конвенция. Потому что он пересек эту границу не в военной форме. Вы знаете, что если ты солдат вражеской армии, у тебя отличительный признак – это военная форма. Если ты в военной форме утвержденного образца той армии, то на тебя Женевская конвенция. Если ты поднял руки, тебя нужно взять в плен. Тебя обязаны разместить в лагере, кормить, поить и так далее. Нельзя заставлять тебя работать. Тебя обязаны после войны отдать. Обязаны. Вот там нет такого. Обменяли, не обменяли. Война закончилась, ты обязан отдать. Женевская конвенция. Все. А когда этот человек пришел без военной формы – нет. Это партизан. На него уголовное право этой страны распространяется. Вот той страны, где происходит все. Уголовное право Украины распространяется теперь на Путина. А раньше не распространялось. Раньше он был дипломатом. И он на все это пошел. Понимаете, он поэтому больше года не ездил в Крым. Да, интересно. В марте прошлого года. Тогда еще риска обстрела не было никакого. Была годовщина очередная, а он не поехал. Никто не мог его тогда убить. Не было такой возможности. Но вот он не поехал, потому что он понимал политическое значение. Он, когда ехал через Крымский мост на машине, почему не доехал до Крыма-то? Ну как так? Телевидение показывает президента, который едет по Крымскому мосту, и не показывает, что он приехал в Крым? Это почему? Потому что не приехал. Потому что не приехал юридически. А сейчас неважно, двойник, недвойник, неважно. Важно, что сам Путин признает, что он был в Мариуполе. Поэтому это сигнал Западу. Ребята, я тоже нарушаю теперь правила. Все. Я не собираюсь возвращаться в ваше легитимное поле. Я буду просто тоже проводить любую эскалацию. Вот так мы будем делать эскалацию. Это главный месседж. То, что он россиянам там... Ну россиянам он что показал? Они меня судят за то, что я украл детей в Мариуполе. Вот я приехал в Мариуполь. Вот смотрите. Ну тоже как бы такая есть наивная попыточка. Но это правда реально. Я знаете, мне это вот честно, мне это самому в голову не пришло. Я это услышал у кого-то из других комментаторов. А мне не пришло почему. Я когда вижу наивные попытки, я их как-то мимо ушей пропускаю. Ну знаете, когда тебя пытается кто-нибудь обмануть в бизнесе или в этом, но делает это слишком наивно, то ты даже как-то и не обижаешься на него. Ну такое. Вот так и здесь. Была наивная попытка отмазаться. То есть тоже. Против меня выдвинули ордер за то, что я украл мариупольских детей. Но я же приехал, пока смотрите. Мы не украли. Вот Мариуполь меня любит. Вот же мариупольцы. Они же со мной встретились. И они сказали, что я им делаю хорошо. И он думает, что это в суде будет принято в расчет, так сказать. Но это наивная попытка, мне кажется. И напоследок, Михаил. Смотрите, мы с вами общаемся во вторник. Это, если мне не изменяет память, именно в тот вторник, когда господин Дональд Трамп сказал, что его могут задержать, арестовать. Да. Скажи, давайте объясним нашим зрителям вообще, что это за история. Там арестовать его могут. Там такая момент спорная актриса, выплаты и так далее. Но интересует другое. Интересует, что вообще все это означает. На самом деле боится ли ареста? Или это просто предвыборная кампания уже вовсю бушует за океаном? Я думаю, что все-таки первое, что боится ареста. Потому что прокладывается, как говорится, страхуется от этого ареста. Потому что пока ему на выборах ничего не нужно. Вот мне кажется, сейчас Трампу, ну я честно скажу, это очень осторожно. Все вот эти высказывания, которые я сейчас буду говорить, они очень условные. Потому что я точно не большой специалист по внутренней политике США. Я во внешней что-то понимаю, во внутренней нет. Но я глянул какие-то общие показатели. И вот есть уровень поддержки внутри республиканской партии разных кандидатов в кандидаты. То есть что будет на праймерис. Пока у Трампа такой отрыв, что для него любое действие совершенно бессмысленно. У него сегодня 60% поддержки внутри республиканской партии. У второго места 20 с чем-то процентов. Это у губернатора Флориды. И к тому же губернатор Флориды стал дуть в ту же дуду, что Трамп. То есть как бы получается, скорее всего, он метит вице-президента при Трампе. Ну раз он не что-то другое высказывает, а прям подпевает Трампу. А у третьего места там 2%, 3%. То есть ну просто никого сейчас нет. Это не означает победу Трампа в будущем. Потому что до праймерис еще год, и там будут еще другие кандидаты наверняка. И может всплыть кто угодно. Но тогда будет понятно, что делать. Пока у тебя не обозначились твои соперники, а они не обозначились, зачем тебе хоть что-то делать? Ты ставишь себя сам в какие-то рамки, когда соперники еще не пришли. Ты должен начинать действовать, когда уже ты ясно с кем ты воюешь. Сейчас, когда у тебя такая... Ты просто на крыше мира в этом смысле. Совершенно не нужно, я думаю, ему. Я думаю, что он действительно опасается ареста. Это правда. И есть причина опасаться. И за что этот арест будет непонятно. Ну если он будет, конечно. Тоже неоднозначно. Ведь люди по-разному говорят. Некоторые считают, что за Капитолий, за эту историю. И я думаю, что он действительно хочет, чтобы если его арестуют, чтобы люди вышли на улицу. Вот это уже будет частью президентской кампании. Вот выход людей на улицу в случае ареста станет частью президентской. Даже не праймерис, а прямо президентской кампании. Представляете, сейчас же живем в такое время, когда события как в калейдоскопе меняются. Представляете, если после выхода этого интервью, мы узнаем, что это таки случилось. А все может быть. А вы знаете, а я что подумал про это все? Вот США хорошая страна, демократия, мною любимая вообще. И вдруг я осознал, что вот сегодня, ну мы в такой жуткой ситуации на самом деле. Есть риск, что Китай начнет помогать России. Ну, например, риск, риск настоящий. Есть риск, приходит рампа к власти в Америке. Есть проблема, прям реальная проблема. Для нас будет через два года. И вдруг я подумал, а Евросоюз, который мы так ругали за его вот такое вроде как нелепое устройство, что вот там нужно какое-то единогласным решением это все. Непонятно, кто там принимает решения. Они все такие прям политические импотенты. Что там 30 стран, как они могут договориться? А вдруг это самоустойчиво оказалось, понимаете? Потому что мы же не боимся, что завтра переизберут в Германии канцлера и станет антиукраинский канцлер. Ну, будет 29 стран поддержки. Ну, понимаете, да? И все это удерживает. И я вдруг понял, что гарантия – это наша настоящая Евросоюз в данной ситуации. Они – то есть штаты самый большой помощник, но гарантия устойчивости конструкции – это Евросоюз с его вот этим странным достаточно государственным устройством. Да, интересная мысль. Мы совершенно правы. Знаешь, Михаил, не так много у нас сегодня было времени, но, тем не менее, обговорили, мне кажется, очень много тем. И надеюсь, что когда будем общаться с вами в следующий раз, позитивных тем для общения будет еще больше. Да и подписчиков у меня на канале будет больше благодаря нашему эфиру. Я буду подписывать на канал «Шейтельман». Там найдете где-нибудь ссылки «Шейтельман». Подписывайтесь. Все. Безусловно. Михаил, спасибо громадное. Рад был вас видеть. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо.